Всем здорова! Помните видос, в котором я говорил о том, что мы соберем, возможно, новый комплитик дешевый и узнаем, сколько он будет стоить в Барселоне? Короче, ребят, все будет примерно так же, только есть одна проблема, мы не будем его покупать, потому что банально мы не увезем два скейтборда обратно в Киев, и я не вижу в этом смысла. Поэтому сегодня мы снова покатаемся по скейтшопам, посмотрим на досочки и на шмоточки, потому что на самом деле я бы хотел себе чего-нибудь прикупить из одежды, ибо у меня с ней проблемы, все футболки порваны, все худи порваны. Даже вот это, вот худи трешер, у меня вот здесь, где, справа, вот видите, ребят, от падений просто жестко. Поэтому сейчас мы направляемся к первому скейтшопу, ну а потом ко второму. Но перед началом хочу напомнить вам о спонсоре всех покупок, ну и всего остального. Это, конечно же, 1xbet, у которых самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые надежные выплаты и самые профессиональные сотрудники. А также, ведя мой промокод Valdos по закрепленной ссылочке в комментариях, получите бонус до 6500 рублей при регистрации. Ну а теперь погнали в первый скейтшоп FTC. Думаю, многие о нем знают, он буквально вот здесь за углом на Магбе. Да и второй, в принципе, тоже, но давайте сначала в него залетим, а потом уже во второй. Слушай, я, конечно, ни на что не намекаю, но я почему-то увидел досочку кадра про модель именно. Вот такую. Сука. 8.25. Блин, челики, короче, я завтра поеду на Магбу делать треху или треху дабу, и если вдруг что-то пойдет не так с доской, я уже знаю, куда идти. Я, если честно, лучше возьму Бейкер, который узнаю про модель кадра, чем те бренды, которые не знаю, ну вот, Мэднес. Ну типа прикольно, но не знаю. Типа, я знаю, что вот к этой досочке я очень быстро прикатаюсь. И про модель кадра, блин, просто посмотрите, да, это стайл. Еще покупаете досочку, рейлз, чисто, ну, к чему они поймут. Понятное дело, на восьмерочку лучше на перилу не надо, на даблсеты тоже, ну, только если вы знаете, что можно. Что за ремень? Выглядит прикольно. Типа, вот. Стайл. Сука, дорого. 42 евро, пацаны. 42. Дорого-дорого. Сколько в ривнах, не знаю, можно доску купить на самом деле. Но мне моя нравится, я не знаю, что делать. Доска? Да. Ну, бля, оставайся. В Украину забери, на стену повесь. Ремень просто по цене доски. У меня же есть ремень, как бы. У меня с собой два запаса. Я не знаю, у меня много ремней. Берем только футболку и все, идем дальше. Как вы увидели в первом магазе в плане досок и вообще комплита, все очень плохо, там только дорогие доски. И траки тоже только дорогие, индики и все. Поэтому переходим к другому скетчопу, посмотрим, что здесь. Второй скетчоп. Руфус называется. Здесь уже поинтереснее. Сразу видите кедики, Adidas скейтбординг, прям как я не люблю. Выглядит на самом деле нормально, мне нравится. О, Najera. Вот это мне нравится. Но обувь я не хочу, мне их хаху нравится, ну, по крайней мере, и задиков я не хочу. Я, правда, что взял в другом магазе, одни тапочки, увидите, какие. Давай на досочки посмотрим. Знаешь, что мне нравится, чувак? Только вот эти вот, и батя не ставил. 55 евро саур. Чувак, вот это просто такой стайл. Мне на так нравится. 55 евро, так сказать. Батя там пиздец, конечно. Досочка паровозик Томас от Ризу стоит 70 евро, чел. 8,5. Дороже, чем Пэлос, кстати. Вот тебе, кстати, Пэлос обещанный. Сколько он стоит? 65 евро. Кстати, слушай, на самом деле нормальная цена. Блин, ну прикольно, прикольно. А что по 8,25? Чувак, опять эти очень крутые цветные, видишь, блестящие. Да, 8,5. Короче, минимальный прайс, судя по всему, 45-55 евро. 45. Здесь досочки уже по 70 евро. Они вот подороже. По 90. По 65. Короче, 55 будем считать. Короче, ребят, да, средняя цена 55 евро за доску. Блин, может, надо идти дешевле. Мы видели за 45, да? Да. Да, вон еще доски хокки, слышь, сколько они стоят. Дороже, чувак, по-любому. По 80. А, по 70. Ага, ну ладно. 65. Извините, ребята, потому что мой парень... Извините. О, окей. Да, этот. Эти... Нашли доски именно этого скетшопа, Руфуса, они 45 евро. 45? 55? Он же сказал 45. 45? Да. А, значит глухой, ну ладно. Да, 45. Степайер 55 евро. У меня такие были, чувак, большие? Ну чё? Вот такие вот у меня были, чувак, просто херен. 55 евро. Так, страки в среднем 80 евро. Чувак, они 30-ку, 34 доллара стоят на Верхаусе. Ну вот, здесь 55 евро. Траки 80 евро, 69, 65. Короче, челики плюсуйте 45, плюс минимум 65 за необрещенные индики, просто классические. Колеса 55 евро и подшипники. Так, подшипы сколько они? В принципе, бронсены 25 евро, бронсены. Бонусы 25 евро. Чувак, бронсены такие же у меня, в принципе, классные подшипы, вообще, типа, наверное, низ лучших. Вот я сейчас гоняю уже сколько? Ну, считай, 10 дней, типа, очень круто. Ну, челики, самые дешевые подшипники 25. То есть, либо Бонус Редс, либо бронсены G2, которые у Руслана и на которых я все время катался. В общем, этот скидшоп достаточно дорогой, потому что, во-первых, он старый, во-вторых, он находится прямо около спота Магба. Поэтому сейчас давайте пойдем в другой скидшоп и посмотрим, что там есть. Может быть, найдем что-то интересное. А сейчас, по-быстрому, открою вам главную тайну, которую хотят узнать очень многие. Где я покупаю свои штаны? Почему-то под каждым видосом пишут коммент, Владос, где ты купил свои камуфляжные штаны? Все очень просто. Я приехал в Барсу, нашел вот этот вот магазик случайно, BCN Store, короче, и здесь есть штаны эти. Чисто бесплатная интеграция, понял? Вот, в принципе, магаз всякой херни. Вот такие вот мои штаники, кстати. Но они на самом деле быстро выгорели. То есть, фиолетовый уже не такой жесткий. Призадумайся на счет красных. Ну, я померю, я мерил красные, мне они не понравились. А розовые? Розовые можно померить. И розовые, короче, и просто камуф. Шоу у тебя там, я к тебе залечу. Зеленые не подошли, потому что они маленькие. А ты чисто на стиле, чё? Эй, Мил, как ты? Как ты? Пришел, короче, хозяин, говорит, только Элька и Эска. Ну, ты на зеленых. Блин, ну, слушай, ну... Ну, придется брать, что делать. А что делать? Трендеедит снимать на инсту. Не, классный, чувак, я бы все-таки реально взял. Короче, тут есть такие футболки прикольные. Я не знаю, что это, но они прям вообще жесткие. Что-то леопардовые. А, так слышишь, тут еще шорты есть. Должили. Розовые штаны покупать. Что? А говоришь, не панк. Не, ну, типа, просто оно ярко будет, на самом деле, именно видосы в них снимать. Чисто бронежилет, если ты живешь на Троещине. Еще одно тайное человечество меньше, теперь нужно узнать тайну, сколько стоит самый дешевый комплит в Барселоне. Поедем сейчас в другой скетч-шоп, посмотрим, открыт он или нет. Едем, едем на западский шоп, Амигас называется. Там десихи такие топовые, давайте посмотрим. Я об этих тавках просто мечтаю, если честно. Я хочу их померить по-любому. Это шо, я тоже. Чувак, это же эти, Люн Икс или как они там? Куда я попал? Ты видел такие танки когда-то, чувак, охренные? Не видел, но охренные. А как тебе вот эти вот? Тоже, ты шо. Блин, они сложные все. Они слишком крутые. Чел, я их хочу. Обидно, что нет вот этих, чувак. Вот эти просто не так мне нравятся. Они идеальны. А есть меньше размеры этого? Нет, нет, только больше. Это один из... Один из... Ну чисто там 20 есть, 15. Ну да, типа, блядь. Ну а теперь самое интересное, досочки. Досочки сколько стоят? Так, 8,1. А ты цены видишь? Ну короче, бейкер, понятное дело, 100% 70. Узнали, короче. В среднем сколько стоят? В районе 65. Но, кстати, есть дешевле доски. Это испанского производства. Типа, в Испании есть завод досок. И с него, понятное дело, дешевле, за счет того, что не нужно никуда транспортировать. Так что на вашем месте я бы, наверное, брал бы какие-то местные бренды испанские. Потому что банально будет дешевле, и качество будет отличное, а не свежее. Колеса 34, где? Да, честно, вот. Но они какие-то конченные, типа. Они очень конченные. Так, шейк-джанты. Ну я думаю, что мини-лога, ну не знаю, евро 25-30 максимум. Цены не отличаются. Да и ассортимент особо сильно тоже. Единственное, что здесь есть бейкер-доски. Есть такой лайфхак в Испании. И взять б.у. досочку. На выбор, типа. Видите? Смотри, чел. Чувствую новую доску. Чел, ну офигенное состояние доски. Владу Протс уже бесплатно дали досочку, так что вы запоминаете. Вот эти бонусы, кстати, не советую брать. Это за 25 долларов на вархаусе. Они, типа, дешевые и вообще ни о чем. Так, у меня были. Это вообще дешевые, коржи. Ну, типа, согласитесь, они не очень. На самом деле скейтшоп чисто для модников. Я бы сказал, даже позерский. Там даймф, окенос, шмотки и немного досок по сравнению с другими скейтшопами. Так что, в принципе, не советую туда приходить. И, кстати, доска, эта мэтта стоила не 55, а 65 евро. Вы потом ценник увидели, я офигел. Дороже, чем в другом скейтшопе. Так что, в принципе, не советую, потому что цены там нормально так завысили, потому что, наверное, местоположение жесткое. Все-таки на Рамбле находится этот скейтшоп. Подходим к главной надежде дешевого скейтборда, тактик скейтшопе. Надеюсь, здесь есть нормальные досочки. По крайней мере, они здесь точно есть, но сколько стоят, самое дешевое, сейчас узнаем. Опа. Слова. Слова. Мы только пришли, и сразу же нас встречают дешевые доски. Тактик. Чел, 42 евро. Это очень дешево. То есть есть восьмерка, есть 7,7, есть 8,8, есть 8,2, а сверху еще 8,5. По 72 евро досочки подороже, я не знаю даже что. Дастин, 68 евро, All Timers. Сколько она стоит, кстати? Прикольные доски, говорят. Неизвестно. Бесценная, слышишь? Бля, все доски All Timers почему-то без цены. 90 евро. Madness. Madness. Здесь 59 евро. Да блин, они все классные, но... У них какое-то покрытие прикольное, понимаешь? Слушай, а это у нас что? Это у нас комплитики. А комплитики, кстати, почем? Что самое забавное, это один из двух-трех скейтшопов, которые есть в Барселоне, в которых есть именно полные комплиты, и в большом ассортименте. Еще на набережной скейтшоп есть, но не факт, что мы туда успеем, но там на самом деле нормально. 99 евро. Комплит Олмоз. Это очень крутая цена, слушай, чел. Ну, на самом деле, если новичок, классная эта штука. Это при том, что подвески Tensor, чувак. Это чел, офигенный вариант, слушай, сразу. Пацаны, берите. Да, Олмоз 99, так, слушай, Аллокки какой-то есть, слушай, не знаю. 65 евро. Я не знаю, что сказать. 65? Серьезно? Это очень мало. Ну, подвески, правда, ноунеймы какие-то, но... Давай дальше. Порядок. Если для новичка, то, наверное... Трикс скейтборд какой-то, я не знаю. Похоже на скейтборды супермаркета, на самом деле. Но выглядит, в принципе, более-менее доска так точно. Сколько он стоит? Цариотет, наверное. 77, челики. Дорого. Ага, Enjoy, Enjoy. Какие подвески? Tensor, кстати, тоже. Но она дорогая, на самом деле, 110 евро. Подвески Tensor, колеса Enjoy 52 миллиметра. В принципе, я думаю, что они мягкие, потому что для новичков это и ощущается мягким, на самом деле. Для любителей пулов и круизаков, вот вам досочка 8.5, комплит целый. За 120 евро. Кстати, прикольные... А что за подвески? Подвески? Это прикольные. Айрон, айрон тракс. Ну, я их никогда не тестил, выглядят забавно. Редкие подвески. Интересные. Здесь воздух в нуждаке, плохо наклеили. Просто лунгборды уже дальше. А, дальше крузаки. Ну, для тех, кто любит крузак, просто чтобы вы знали. Вот с открывашкой для пива сразу, кстати. Этот 140 евро. Крузак Тактик, сколько он стоит? Неизвестно. Сотка евро, чувак, на колесе. Сотка? Ага, 100 евро. Вот еще крузак за 130 евро. Чал, золотой крузак за 160 евро. Но выглядит жестко. Цыганский круизер на сердцах за любовь. Но, как вы видите, досок здесь огромный выбор. Сюда стоит приходить именно для того, чтобы выбрать себе комплит. Самый дешевый, получается, если в сборе... Я даже не вижу смысла собирать комплит тому, кто хочет собрать себе дешевый комплит. Именно, ну, новичок. Он может просто прийти сюда, взять обычный комплит и не париться. За 100 евро. Чал, это офигенно. Там за 70 евро есть. А если вы будете собирать меня отдельно, доска и так далее, вы в 70 или в 100 евро, скорее всего, не вложитесь. Где-то будет 120, 110, 115. На самом деле, можете взять комплит Allmost. Вот такая вот тема будет для начала, я считаю. Ничего и на нормальных подвесках. Типа на Tensor, в принципе, вообще супер. Зацените, какой выбор обуви. Это, кстати, уценка. И здесь бруины, хайперфилы, кстати. О, классные. DC-хи разные, но эти так себе. Эти непонятные. Эти неплохие, но непонятные. Хочу вот эти померить. Посмотреть, как они. Это СБ-шные форсы, ребят. Не путайте их с обычными. Хаффы скоро уйдут в лучший мир. Мне не в чем будет кататься. Я сейчас думаю, какие кеды взять, но сложно здесь выбрать, на самом деле, потому что очень много Adidas, очень много Nike, но нет данков, например. Я данки хочу очень, на самом деле. Я нашел какие-то ES, они напоминают мне DC-хи, которые у меня были. Правда, это ES. Визуально просто очень похоже. И выглядит, правда, очень странно, но фиг знает. Я катался в Adidas City Cup, вот, типа, в таких вот, короче, отпишите. Мне вот очень интересно, я думаю, попробовать. Там, не знаю, в комменты отпишите или мне в директе, в принципе, комменты мы читаем. Вот именно City Cup меня интересует. Как они вообще в плане катки, в плане живучести и вообще... Есть еще варик, на самом деле, затестить какие-то из Vans'ов. Берлы, по крайней мере. Я их давно хочу затестить, но все никак. Особенно черные. Вот эти мне не нравятся. Новая модель. Ава, да. У них вот здесь очень длинный носок. Руслан говорит, что это для тех, кто любит кикфлипы. Ну, типа, кикфлипы за счет острого носка. Короче, получился такой лайвовый видос с полезной информацией. Вы узнали, за сколько можно купить самый дешевый комплит. Как я уже сказал, лучше купить полный комплит, чем собирать его по отдельности, если вы хотите самый дешевый. А если вы готовы заплатить, то просто не парьтесь и покупайте все самое лучшее, ведь вы можете себе это позволить. Завтра у нас последний полноценный день в Барселоне, поэтому завтра будем снимать как можно больше интересного контента. Будет очень интересный видос, а то и не один. Мы сегодня три сняли каким-то образом. Да, ребят, продуктивность. Я думаю, лайк заслуживаем определенно за три видео в день. Оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok